я вас приветствую друзья случилась очередная трагедия как я ненавижу это слово уже очередная трагедия произошла с подростком девочкой 13-летней которая была найдена разбившийся возле одного из высотных домов тюмени я прочитал эту новость в тюменском издании 72 . ru 22 сентября промежутки между 11 40 и 12 10 произошла эта трагедия нашли ее возле дома по улице широтной 114 дробь 2 лера в это время должна была идти в школу и совершенно непонятно каким образом она оказалась в этом доме и почему она вдруг решила покончить ли самоубийством как предполагает следственный комитет вчера ее похоронили 26 сентября 2021 года тети погибшей девочки утверждают что на теле были явные следы удушения очень похожие по крайней мере на следы удушения экспертиза еще идет результаты неизвестные очень все напоминает историю с димой новожениным честно говоря опять 13 летний подросток найден погибшим и опять сразу же вы выносится решение стоит и несчастные случаи еще до окончания экспертизы по словам родных ей вообще нечего было делать в этом доме там нет ни знакомых ни одноклассников никаким образом она к этому дому связи не имеет и предполагается что возможно ее кто-то позвал в этот дом кто-то предложил встретиться кто непонятно естественно но явно не по своей воле она оттуда выпрыгнула или может быть от кого-то убежала или кто-то выбросил предполагают родные тем более совершать суицид именно вот таким образом в этом доме не было никакого резона у этой девочки она сама живет жила к сожалению так теперь надо сказать выше 13 этажа и могла вполне совершить самоубийство выбросившись из окна своего дома из балкона своего дома зачем для этого те какой-то другой дом как туда попасть как пройти домофон много вопросов планы грандиозные на будущее недавно горит купили сапожки только-только радовалась этой покупке никаких признаков депрессии или склонности к суициду она не высказывала и вдруг решила закончить свою жизнь таким образом родные уже занимаются собственным расследованием ну как обычно уже наверно во всех наших историях с погибцами детьми и они выяснили что в этом подъезде никто ее раньше никогда не видел опросили уже всех жильцов говорит никогда она к нам не заходила и мы ее тут не видели однозначно камеры видеонаблюдения ну как уже опять таки как обычно как всегда сломаны уже полгода в этом доме рабочие работали на соседней крыше ничего не видели как раз ушли в это время на обед когда она упала опять таки удивительное совпадение которое все-таки намекает на то что кто-то следил за этими рабочими когда они уйдут с крысы чтобы ник не было свидетелей как они и например вдруг выбрасывают если это все-таки не несчастный случай конфликтов никаких у нее с родными не было сейчас пытаются выяснить среди друзей среди знакомых подруг что за там могло повлиять на эту ситуацию но пока никаких предпосылок не видно для того чтобы вот ни с того ни с сего девочка лера решила уйти из этой жизни и родные не безосновательно опасаются и я их вполне понимаю и вы мои зрители тоже вполне понимаете что это дело будет закрыто по несчастному случаю и никого искать не будут хотя на мой взгляд вот если вот так вот бегло на эту историю посмотреть ну никак не получается что вот девочка 13-летняя вдруг ни с того ни с сего побежала куда-то в чужой дом залезла не знаю куда и откуда-то спрыгнула найдено в изорванной одежде где-то летела цеплялась получается а может быть оказывала сопротивление в общем очередная очень страшная история в очередной раз все идет тому что ее будут пытаться закрыть по несчастному случаю невзирая ни на что невзирая на то что господин бастрюкин внимательно следит за делами погибели несовершеннолетних это ситуацию не меняет и опять тюмень казалось бы только-только немного успокоились люди после гибели насти муравьёвые и вот вам очередная трагедия я не знаю конечно как будет продвигаться дальше ситуация в этой истории но я согласен с родными вот здесь однозначно стоит очень скрупулезно и внимательно к ней отнестись и надеюсь те кто живет рядом все-таки постараются тоже поискать поисследовать поспрашивать и помочь семье разобраться в этой истории самостоятельно ибо к сожалению зачастую только родным это удается сделать я имею ввиду провести объективное расследование которое может вывести на следы преступления пишите что вы думаете по этому поводу высказывайтесь пишите комментарии возможно есть какая-то у кого-то информация и возможно вы сможете этой информации немножечко помочь до новых встреч друзья и и